Ну что ж, мы продолжаем наш разговор об Артёме Дзюбе, о футболисте, который сегодня пролетел мимо сборной России. Он не попал в список Валерия Карпина, ну и откровенно говоря, это вполне себе логично, учитывая то, как выглядит сейчас Дзюба на футбольном поле. Он сам на себя не похож, играет слабо, и в общем-то даже в Зените он уже потерял былые позиции, и в недавнем важнейшем матче против Локомотива Дзюба остался на скамейке запасных. И вот, знаете, стоило Дзюбе выдать неудачный старт сезона, как сразу появились слухи о том, что он может покинуть команду. Появились сообщения о том, что Рубин интересуется Артёмом, что его могут отдать в аренду и так далее. В общем, давайте разберемся во всей этой ситуации и попытаемся понять, нужен ли Дзюба Зениту и останется ли он в команде. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калуцкий21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, во-первых, я хочу высказать свое персональное мнение касательно Артёма Дзюбы. Я считаю, что он никуда не уйдет и что он останется в Зените, и более того, скорее всего, останется и на следующий сезон. Я считаю, что вот все эти новости, которые сейчас появились касательно Дзюбы, что он переходит в Рубин или еще куда-то, но это новости с привкусом утятины и оттенком желтизны. Это просто журналистские утки, не более того. Тот же самый слух о переходе в Рубин – это удачно сочиненная новость, на мой взгляд, но это сочиненная новость, где просто удачно свелись воедино несколько сюжетных веток. То, что у Дзюбы хорошее отношение со Слуцким, и вот это может как-то положительно сказаться на данном возможном переходе, то, что Рубину сейчас нужен нападающий, потому что Игнатьев пьет пиво, Костюков – просто слабый нападающий, не совсем форвард, а Деспотович теперь, ну, как мы поняли, он увлекается чужими мамами и с ними там зажигает. Короче говоря, нападающие Рубина в последнее время чудят. И вот здесь, казалось бы, удачная ситуация. Может прийти Дзюба. И команда с деньгами, и с возможностями. И вот из всего этого сплели вот эту новость, что типа Рубин может подписать Дзюбу. Хотя я нихрена в это не верю. И тем более я не верю, что «Зенит» вообще отдаст Артема одной из команд российской премьер-лиги. Я считаю, что если «Зенит» согласится на нечто подобное, то отправит Дзюбу куда-нибудь за рубеж. Не знаю. Не факт, конечно, что это будет топовый чемпионат. Хотя, с другой стороны, вот Луниов отправился в Байер. Может, туда и Дзюбу спихнут. Я думаю, что Дзюбу скорее отправят куда-нибудь в Чехию, Голландию, еще куда-нибудь в такой чемпионат второго эшелона, чтобы он лучше там играл, нежели укреплял конкурентов. Потому что мы помним, последний раз, когда Дзюбу отдали в аренду, это был тульский арсенал. Я думаю, вы помните, что «Зенит» тогда хорошенько пожалел о своем решении. Поэтому, мое мнение, Дзюба никуда не уйдет. Почему? Ну, во-первых, потому что списывать его со счетов из-за нескольких неудачных матчей откровенно глупо. Во-первых, у Дзюбы такое уже бывало и не раз. И у него были сухие серии по три матча, четыре и так далее. И, на мой взгляд, это не говорит о том, что Дзюба слабый нападающий, просто у него есть своя специфика. Ну и, в конце концов, нету футболистов на свете сейчас, которые играли бы на 100% стабильно. Даже у Роналду, Месси, Мбаппе и остальных бывают спады и подъемы. А на фоне вот этих небожителей Дзюба – это обычный смертный, простой человек, который не обладает суперспособностями. И он тоже, бывает, впадает в какие-то игровые кризисы. Поэтому здесь никакой катастрофы не вижу. Тем более, что есть сейчас определенные объективные предпосылки для того, чтобы Дзюба играл плохо. Он стареет, ему все-таки уже скоро 33 года будет, он участвовал на чемпионате Европы. Там он, конечно, не перетрудился, как и вся наша сборная. Очень быстро там мы вылетели, да и, знаете, в плане движения Дзюба там не удивлял нас ничем. Но все равно силы тратились, он тренировался и так далее, был выбит из общекомандного ритма, потом вернулся и так далее, набирал форму. В общем, все это, конечно, может сказаться на возрастном организме, а Дзюба уже не пацан. И в этих условиях, понимаете, то, что он сейчас играет не лучшим образом, ну и что дальше? Ну, бывает, и такое бывает в том числе и с Дзюбой. Тем более, что сейчас ситуация с нападающими не такая простая. Дариуси отправился в МЛС. И, понимаете, был бы Себа Дариуси, ну, можно было бы предположить, что он станет основным сейчас вторым нападающим, рядом с Азмуном, допустим. Кстати, Азмун, по слухам, все еще может куда-то уйти, у него истекающий контракт. И вот таким образом, если сейчас с Дзюбой распрощаются, то Зенит может вот так вот, по мановению ока, потерять свою основную связку нападающих. И Азмуна, и Дзюбу. Двух лучших бомбардиров прошлого сезона. И это может катастрофически сказаться на игре команды. Поэтому я считаю сейчас, прощаться с Дзюбой, это будет глупость со стороны Зенита. И они, конечно, на это не пойдут. Тем более, что Дзюба важен не только как игрок, но и как часть внутрикомандной атмосферы. Я, конечно, понимаю, что у нас есть на Ютубе разные блогеры, которые уже создали из Артема образ некого дьявола в оплате и так далее. Но, понимаете, вот у нас был Игорь Денисов. Тоже, кстати, игрок Зенита, бывший капитан Зенита. Вот он был максимально токсичным человеком. И при нем почему-то большинство команд действительно как-то вот они расшатывались изнутри, начинались проблемы. Тогда даже многие шутили, что Денисов это специалист по уничтожению команд изнутри. Дескать, убиваю команды, задорого. Но и, в общем, мы видим, что действительно есть токсичные личности, с которыми некоторые клубы начинают разваливаться. Вот почему-то с Дзюбой этого не произошло. Да, с ним были разные косячные истории и так далее. Ну, почему-то Зенит побеждает из чемпионата в чемпионат. И можно долго рассуждать о том, что там судьи помогают, еще что-нибудь. А, ребят, объективно говоря, Зенит действительно сильнейшая команда России на данный момент. И если бы там капитаном, ну, сейчас, конечно, Дзюба не капитан, но долгое время был, если бы там капитанил вот такой мерзкий, отвратительный человек токсичный, ну, наверное, Зенит бы развалился давно изнутри. Но этого почему-то не происходит. Значит, Дзюба действительно важен. А его положительные черты характера, они всем известны. Поэтому он нужен в том числе и для внутренней атмосферы в коллективе. Кто бы как ни относился к этой фразе, но это важная функция Артема Дзюба. При этом хотелось бы отметить, что Зенит сейчас, в принципе, имеет не так много вариантов нападения. Кто у них там есть? Вот сейчас Дзюбу заменяет Ерохин. Ерохин толковый парень, но отметьте, вот он ведь не чистый нападающий. Да, он может играть в этой позиции, неплохо играет, но он, в общем-то, в Зените по большей части использовался в центре поля, атакующим хавбеком центральным, бокс-то-бокс и так далее. То есть сейчас Зенит для того, чтобы в том числе осуществлять ротацию в нападении, вынужден использовать универсалов. И это уже говорит о том, что состав, так или иначе, ограничен. И вот в этих условиях прощаться с Дзюбой, ну, бессмысленно. Тем более, кем ты его заменишь? На данный момент лимит забит по завязку. Если уйдет Азмун, ну, вместо него можно купить еще одного иностранного нападающего. Окей, это будет замена для Азмуна. А Дзюбу тогда кто заменит? Иностранцам тоже, опять же, заменить не удастся. И возникает вопрос, что искать российского флэварда? А сколько у нас российских нападающих, действительно толковых, которые могут заменить Дзюбу, тем более по типажу игры? Заболотного снова тащить? Ну, такое себе будет. И к тому же ЦСКА придется платить. Не знаю, Камриченко? Но он уже немножко не тот. Ильина пытаться вытащить из Краснодара. А это, по-моему, третий лучший бомбардир России среди отечественных футболистов в прошлом сезоне после Дзюбы и Соболева. Ну, тоже не вариант. Короче говоря, сейчас у Зенита нет никаких альтернатив. Если, может быть, какой-то парень в смене появился мега талантливый, перспективный, может быть, тогда на него можно сделать ставку, но я не в курсе касательно молодежки Зенита, есть ли там новые Аршавины, Быстрова и Денисова, новые суперзвезды. Поэтому, хотите вы того или нет, Зенит будет дальше использовать Дзюбу. Дзюба будет дальше играть за Санкт-Петербургский клуб, и я более чем уверен, через некоторое время Артем выйдет на хороший качественный уровень. Поэтому не верьте всем этим слухам. Я думаю, что Дзюба останется. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.